Здравствуйте, друзья и подруги! Здравствуйте, дорогие соотечественники и соотечественницы! Сколько подвигов совершили наши отцы и матери, наши деды и наши бабушки, наши прадеды и прабабки, наши пращуры – бесчисленное множество. И ни у кого такого нет. Есть только у тех ещё, кто с нами плечом к плечу. Сколько войн мы пережили, сколько сражений и боёв. И все эти битвы сидят у нас в Генах. Просыпаются эти Гены, бывает неожиданно. Неожиданно для себя человек падает на гранату, чтобы спасти других, рядом находящихся. Неожиданно для себя человек направляет свой самолёт в Вечность. И вся эта Вечность у нас с вами в наших Генах. Бывает, мы даже и не ожидаемо от себя прыти, когда нужно спасти собаку, спасти кошку, спасти чужую кошку. Мы – жители суровой страны. И именно от этого нам необходимо иметь такие Гены. 9-я рота. 345-го Вардейского отдельного парашютно-десантного полка. 1988 год. 7-8 января. Афганистан. Зима. Январь. Ночь. Холод. Кругом снег. Кругом душманы. 39 бойцов держат высоту. Командует гвардии старший лейтенант Сергей Борисович Качёв. А наступают на них 300 или 400 душманов. Обученных душманов, непростых. Называются Чёрные Аисты. 12 атак. Почти все ранены. Кончились и патроны, и гранаты. И в душманов они бросали камни. Отбивались до последнего. Герои. И пацаны ведь совсем. Пацаны. А если бы это была не девятая рота, а восьмая или седьмая… Сомневаемся ли мы в том, что было бы ровно то же самое? Нет. Не сомневаемся. Не сомневаемся, потому что проверено. 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 2000 год. 29 февраля. 1 марта. Чеченская республика. Зима. Холод. Кругом горы. Кругом боевики. Кругом головорезы. 100 человек. Держит высоту 776. Командует гвардии подполковник Марк Николаевич Девтюхин. Атаки! 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 Лезут и лезут боевики. Непростые боевики. Хорошо обученные. Белые Ангелы называются. Погиб командир. Погибли многие. Но под конец те, кто ещё были живы, вызвали огонь артиллерии на себя. На себя. До последнего отбивались. До последнего. Герои. И это тоже пацаны. Девятнадцать-двадцать лет. Это такие пацаны, за какими у нас в городах ещё часто мамки да бабки с сопливчиками бегают. Но сегодня, друзья и подруги, я скажу о других героях. О героях тихих. О героях скромных. Эти герои не бросаются на амбразуру, совсем забыв в пылу боя про себя и про всё на свете. Они не терпят предельные боли. Они не терпят боли запредельные и беспредельные. Но это настоящие герои. Это столпы духа. Вы знаете, уважаемые друзья и драгоценные наши подруги, немцы в последнюю нашу великую войну не просто нас обидели. Не просто нас унизили. Не просто пришли в наши дома. Они не просто нас уничтожали. Они наших дедов, прадедов и бабок-прабабок не просто уничтожали. Они убивали всех подряд, без разбора. Они собирались нас всех уничтожить поголовно. Они хотели нас истребить. Они просто хотели очистить от нас территорию. Ещё и всю озверевшую, осатаневшую Европу с собой привели. Они убили и покалечили миллионы наших людей. Миллионы! Так мало этого. Они и сейчас нас за людей не считают. Как не восхищайся ими, сколько Шиллера и Гёте не читай, сколько Баха и Бетховена не играй, а всё равно они нас не любят. Они нас не просто не уважают, не просто не любят, они нас ненавидят. За одного Шарлея Бдо и они и другие культурные европейцы убьют миллион не европейцев. Никого им не жалко, кроме себя. Разве только какие славяне нас немного пожалеют? Вот такая простота жизни. И это даже не оскорбление. И слов таких нет, чтобы сказать, что они здесь у нас понатворили. И что они ещё могут с нами сделать, дай им волю. Ленинград умирал стоя. Люди умирали стоя. Да, многие умерли лёжа, но духом они все стояли. Массовый героизм. Массовое зимнее солнцестояние духа. Стояли все, от мала до велика. Массовый подвиг. А озверевшая Европа их убивала. Убивала культуру. Высокую культуру. Многим до такой в те времена было не дотянуться. И вот. Ленинград. Холод. Голод. Кругом немцы. Кругом озверевшая Европа. Блокада. Голод, голод, голод и голод. Сто двадцать пять граммов хлеба, похожего на хлеб. И больше ничего. Исаакиевская площадь. Исаакиевский собор. Всесоюзный институт растеневодства. В специальных запасниках Института тонны семян. Тонны. Но это не просто семена. Это уникальная коллекция семян, собранной выдающимся учёным Николаем Ивановичем Вавиловым. Сто тысяч образцов. Крупнейший в мире генетический банк. Вершина культуры человечества. Академик Академии Наук СССР. Звезда мировой науки Николай Иванович Вавилов. Шатаясь от слабости, все сотрудники Института охраняли свои сокровища от воров. Все сотрудники Института охраняли сокровища от полчищ голодных Крыс. А сами Нини. 125 граммов Хлеба, похожего на Хлеб, и Нини. Никто ничего не съел. Невозможно. Просто невозможно сейчас представить себе состояние этих людей. Невозможно сейчас представить себе состояние Духа. Только слёзы глотать. 125 граммов Хлеба. Да не такого. А Хлеба, похожего на Хлеб. А рядом Тонны Семян, которые можно съесть. И Нини. И они умирали один за другим. От голода и холода. Вот это герои. Вот это героини. Ни в бою погибли, ни в атаке, забыв в горячке боя про всё на свете. Умерли в памяти. И в сознании. В сознании того, что это есть нельзя. Ох, и твёрдая же у них всех была память. Ох, и твёрдой же у них нашлось сознание. Просто слов никаких нет. Железо, не железо. Сталь, не сталь. Кремень, не кремень. Просто слов никаких нет, нет и нет. Они умерли. Но оставили это сокровище нам. Своим детям, внукам, правнукам и поколениям. Вот такой подвиг. Вот такая Рота. Столпы Духа. Великие Столпы, Несгибаемой Воли, Бесконечного Мужества, Величайшей Отваги и Ни с чем Несравнимой Храбрости. Величайшая Доблесть и Величайшая Честь. И совершили этот подвиг не пацаны-девчонки. Люди взрослые, люди грамотные, люди степенные. Носители настоящей культуры. И нам стоит осветить их имена. Щукин Александр Гаврилович, Иванов Дмитрий Сергеевич, Гейнс Георгий Викторович, Малибога Александр Яковлевич, Леонтьевский Николай Петрович, Креер Георгий Карлович, Мальгина Анисия Ивановна, Рубцов Григорий Александрович, Вадим Степанович Лихнович и его жена Воскресенская Ольга Александровна, Бажанов Иван Сергеевич, Бойков Андрей Иванович, Войко Елизавета Николаевна, Голенищев Григорий Ильич, Лихванин Николай Николаевич, Камерс Абрам Яковлевич. Вечная им память. Вечная им слава. А мы сейчас о них не помним. Как бы не помним. Как бы. Но мы их ещё как помним. Мы не знаем их имён. Впервые о них слышим. И впервые слышим об их бессмертном подвиге. Но они у нас в нашей крови. Они в наших жилах. Они в наших детях, внуках и правнуках. Они в наших генах. Они – это наше дыхание. Биение нашего сердца. Они – наша жизнь. И мы знаем, как бы мы в жизни чего не боялись. А случись что – мы не свернём. Никогда не свернём. Никогда. И в нужный час нужная Рота на всякой высоте у нас обязательно найдётся. До свидания. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин